В конце марта 2021 года нам снова посчастливилось побывать на Катерскильском водопаде. Если вы из тех, кто любит хорошие водопады, вам стоит сесть в машину прямо сейчас и просто поехать к этой тропе. Вот, наконец, мы достигли того места, где, как писал Вашингтон Ирвин в рассказе Рипфан Винкель, ущелье открывалось через утесы к амфитеатру, скалы представляли собой высокую непреодолимую стену, через которую поток падал в виде перистой пены, глубокую широкую впадину, черную от теней окружающего леса. Это один из самых популярных походов в этом районе, отчасти потому, что всем нравятся водопады, отчасти потому, что это относительно короткий поход, огромный, 80-метровый вершине, разделенный на две ступеньки. С падающим водопадом. Если вы придете сюда в конце лета, вы можете обнаружить, что дело обстоит не так активно. Водопад может замедляться до тонкой стройки, поэтому вам лучше приехать сюда в другое время года или после того, как прошел приличный дождь. Мы были в конце марта. Когда-то, в 19 веке, водопад использовался для питания кожевиного завода. Соседний отель, Лаурейл Хаус, приобрел права на воду в Катерскельском ручье и перекрыл его. Перекрывал его во время туристического сезона, взимая со зрителей плату за то, чтобы они наблюдали, как вода пошла и водопад активизировался. Этот отель позже сгорел. В 1885 году штат Нью-Йорк основал лесной заповедник, выдвинув требования сохранения вечной дикой природы, которая помогла защитить территорию от лесозаготовок и коммерческой застройки, когда в начале 20 века территория водопадов стала собственностью государства. Сейчас эта часть North Mountain Wild Forest, лесного заповедника, принадлежащего управляемого департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Водопад Катерскель двухступенчатый на реке Спрус Крик в восточной части гор Катскелл в штате Нью-Йорк. Высота двух каскадов составляет 79 метров, 260 футов, что делает водопад одним из самых высоких водопадов в Нью-Йорке и одним из самых высоких водопадов на востоке США. Это одна из старейших туристических достопримечательностей Америки. Изображение и описание водопада есть во многих книгах, очерках, стихах и картинах начала 19 века. Задолго до знаменитого эссе Алексиса де Токвилле об Америке, водопад Катерскелл славился как место, где путешественник мог увидеть дикие места, своего рода первобытный Эдем. Начиная с первого визита Томаса Коула в 1825 году, они стали предметом внимания художников школы реки Кудзон, что стало идеалом дикой природы для американской пейзажной живописи. Как он сквозь снега прогревает. Здесь было гораздо больше сосульек, но не было этой массы снега, снежной массы. В декабре. Это наша декабрьская съемка. Обратите внимание, как и сосульки, и нет этой плотной массы снега. Хотя о существовании водопада было известно коренным народам долины Гудзона еще до европейской колонизации, он для них играл второстепенную роль, так как они обычно избегали гор Катерскелл из-за ограниченных сельскохозяйственных возможностей на возвышенностях, хотя иногда рисковали ходить в горы для охоты. Томас Коул заселял водопад случайными индейцами на своих ранних картинах. Ранее американский натуралист Джон Бартром и его сын Уильям посетили водопад во время своей знаменитой экспедиции 1753 года. Он написал об этом в путешествии в горы Катерскелл с Билли, одном из первых рассказов о путешествиях там, который стал широко читаться не только в колониях, но и в Британии. Смотрите, это люди у подножья водопада, мы скоро тоже туда спустимся, им скользко, они еле держатся там. Он написал это место как огромный поглотивший все залив долины. По-настоящему известность водопадов в Америке началась, когда Вашингтон Ирвинг упомянул их в своем рассказе Рип Ван Винкель, опубликованном в 1819 году. До этого американцы считали горы и долины северной части штата Нью-Йорк небезопасным регионом, населенным дикими туземцами. Знаменитая картина убийства Джейн Макри Кингстона Лучше всего и иллюстрирует это отношение к местным жителям. Только после войны 1812 года, когда граница сместилась далеко на запад, отношение изменилось, и люди начали рассматривать высоты вокруг долины реки Гудзон как нечто живописное, а не зловещее или устрашающее. Художник первопроходец школы реки Гудзон Томас Коул заинтересовался историей Вашингтона Ирвинга Рип Ван Винкель и совершил поездку на пароходе по реке Гудзон, остановившись в Вестпойнте. Он направился на север туда в Кацкилл в октябре 1825 года. Полученные в результате картины были воспроизведены на первой полосе Нью-Йорк-Ивенинг-Пост. В эпоху богатства и рассвета канала Эри появился маршрут с долины реки Гудзон в живописные места водопада, одно из самых известных туристических направлений и в быстро расширяющихся Соединенных Штатах. Влиятельные картины Коула вдохновили первое поколение истинно американских художников, для которых путешествие к гвоздике рек водопаду Кацкилл стало чем-то вроде паломничества. Самая ранее известная картина с изображением фасада водопада Томаса Коула датируется 1826 годом и находится в музее Вестервельта Уорнера в штате Алабама. Место неподалеку, в Паленвилле, считается первой арт-колонией в Соединенных Штатах. Среди других художников, которые рисовали изображения водопада, были Фредерик Эдвин Черч, Сэнфорд Гиффорд, Макс Эглау, Ричард Уильям Хаббард и Джон Федерик Кенсет. Их работа привлекала состоятельных посетителей в Кацкилл Маунтейн Хаус и другие отели, расположившиеся рядом позже. Это именно классиков школы. Ну а по их стопам шли многие современные художники, изображения этого водопада, которых вы сейчас тоже видите. Одно из самых известных изображений водопада, это родственные души Ашеры Дюрана 1849 года. Это стилизованное изображение, прославляющее недавно умершего тогда Томаса Коула, изображая его и поэта-новериста Уильяма Каллина Брайанта, стоящими на выступе прыжок фавна, смотрящими на пейзаж, который соединял водопад и части окружающей гвоздики ручьев, включая водопад Хейнс, объединяя их в визуально поразительный, придуманный вид на водопад. Водопад и его окрестности были сняты в документальном фильме канала PBS 2002 года «Первая река Америки». «Первая река Америки» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Школа реки Гудзон Это американское художественное движение середины XIX века Воплощенное группой пейзажистов, эстетическое видение которых находилось под влиянием романтизма На картинах обычно изображена долина реки Гудзон и окрестности, включая Кэтскил, Адерондок и Белые горы Работы второго поколения художников, связанных со школой, расширили географию, включив другие регионы Новой Англии, Приморья, Американского Запада и Южной Америки Романтизм это идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века, первой половины XIX, характеризующиеся увеличением самоценности духовно-творческой жизни личности Изображением сильных, зачастую бунтарских страстей и характеров, одухотворенной и целительной природы Оно распространилось на различные сферы деятельности человека В XVIII веке романтическим называли все странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и просвещению Развитие романтизма в живописи протекало в острой полемике с приверженцами классицизма, в основе которого лежит идея античности Художественное произведение должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное В каждом явлении он стремится распознать только существенные типологические черты, отбрасывая случайные, индивидуальные признаки Романтики же укоряли своих предшественников в холодной рассудочности и в отсутствии движения жизни В 1820-30-х годах работы многих художников отключались патетикой, нервной возбужденностью В них наметилось тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от тусклой повседневности Борьба против застывших классических норм длилась долго, почти полстолетия Название школы реки Хадсон первоначально использовалось пренебрежительно, так как стиль вышел из моды После того, как в моду среди американских покровителей и коллекционеров вошла пленерная школа Барбизон Эта школа художников была частью художественного движения в сторону реализма в искусстве Барбизонская школа действовала примерно с 1830-го по 70-й год Она получила название от французской деревни на окраине леса фон Тебло, где собирались многие художники Их большинство работ было пейзажной живописью, иногда с крестьянскими жанровыми сценами из деревенской жизни Реализм, он же натурализм в искусстве, это, как правило, попытка представить предмет правдиво, без искусственности Избегая стилизации, спекулятивной фантастики и сверхъестественных элементов Смотрите, тут слева гроза надвигается, и река справа странные петли делает Что-то надвигается, и у дерева слева проблемы То есть есть движение души, так что это романтизм в хатсоновской школе А тут кора, сцена в лесу, этого нет Тут нет намека на скрытые силы и эмоции позади сцены Все четко, правдиво, так что это реализм в барбизонской школе Картины романтической школы реки Хатсон отражают три темы Америки 19-го века Открытие, исследование и поселение Они также изображают американский пейзаж, как пасторальную среду Где люди и природа мирно сосуществуют Пейзажи школы реки Гудзон характеризуются реалистичным, подробным, а иногда и идеализированным изображением природы Часто сопоставляя мирное сельское хозяйство и оставшуюся дикую местность Которая быстро исчезала из долины Гудзона, когда ее начали осваивать В целом художники школы реки Гудзон полагали, что природа в форме американского пейзажа была отражением Бога Что, соответственно, не может быть в реалистической школе, а может быть в романтической Хотя они различались по глубине своих религиозных убеждений Они были вдохновлены европейскими мастерами, такими как Клод Лорен и Джон Констебл Некоторые художники были членами Дюссельдорфской школы живописи Работа которой характеризовалась тонко детализированными, но причудливыми пейзажами Часто с религиозными или аллегорическими историями, помещенными в пейзажи Основные представители выступали за полимерную живопись И стремились использовать палитру с относительно приглушенным и ровными цветами Дюссельдорфская школа произошла от немецкого романтического движения и была его частью Томас Кол общепризнан как основатель школы реки Хадсон Осенью 1825 года он поднялся на пароход по Гудзону, сделав остановку сначала в Вестпойнте, а затем высадился в Каттскиллах Он поднялся на запад высоко в горы Каттскилл в Нью-Йорке, чтобы нарисовать первые пейзажи этой местности Первый обзор его работы был опубликован в Нью-Йорк Evening Post 22 ноября 1825 года Кол был из Англии и его вдохновляли яркие осенние краски в американском пейзаже Его близкий друг Ашер Дюран также стал знаменитой фигурой в школе Важным элементом школы реки Хадсон были ее темы национализма, природы и собственности Приверженности движения также с подозрением относились к экономическому и технологическому развитию эпохи Второе поколение художников школы реки Хадсон появилось после преждевременной смерти Коула в 1848 году В ее состав входили основной ученик Коула Фредерик Эдвин Черч, Джон Фредерик Кенсет и Сэнфорд Робинсон Гифорд Они также были среди основателей Метрополитен Музея в Нью-Йорке Работу художников второго поколения часто называют образцами люминизма Люминизм это американский стиль пейзажной живописи 1750-70 годов, характеризующийся световыми эффектами в пейзаже за счет использования воздушной перспективы и сокрытия видимых мазков Люминистические пейзажи подчеркивают спокойствие и часто изображают спокойную отражающую воду и мягкое туманное небо Большинство лучших работ второго поколения школы реки Хадсон были написаны между 1855 и 1875 годами В то время знаменитостями были художники Фредерик Эдвин Черч и Альберт Бирштадт На них обоих повлияла Дюссельдорфская школа живописи Тысячи людей заплатили бы 25 центов с человека за просмотр таких картин как Ниагара и Айсберги Эпический размер этих пейзажей был беспретендентным в более ранней американской живописи и напомнил американцам об огромных диких и великолепных местах дикой местности в их стране Это был период заселения американского запада, сохранения национальных парков и создания зеленых городских парков Обратите внимание какие красивые водопады и ледники удалось увидеть вдалеке на той стороне долины реки Спрус Крик Там же рядом явно видны какие-то отели и это наверняка база отдыха Хотя то могут быть и частные замки Смотрите, вот это Hunting Mountain Одна из вершин Кацкельских гор Лыжный курорт, гора охотников А мы находимся на обзорной площадке, называемой точкой вдохновения Inspiration Point Показалась долина Гудзона Вот она долина реки Гудзон Вон там далеко она Река Хатсон Далекая долина Гудзона, англичанина, наплывшего под парусом голландской Ост-Индской компании, который исследовал ее в 1609 году И в честь которого также назван Гудзонов залив в Канаде Голландцы назвали реку Северной рекой, а реку Делавер – Южной рекой И она формировала хребет голландской колонии Новые Нидерланды Поселения колонии сгруппировались вокруг Гудзона И ее стратегическое значение как ворот в американские внутренние районы привело к многолетнему соперничеству между англичанами и голландцами за контроль над рекой и колонией В 18 веке речная долина и ее жители были предметом и вдохновением Вашингтона Ирвинга Первого всемирного известного американского писателя В 19 веке этот район вдохновил школу пейзажной живописи реки Хатсон Американский пасторальный стиль и концепции защиты окружающей среды и дикой природы Гудзон был также восточным выходом для канала Эри Который был завершен в 1825 году и который стал важной транспортной артерией для Соединенных Штатов в начале 19 века Здесь шло освоение Америки на самых ее ранних этапах И оттуда путешественники приходили и шли они в эти горы по нашей тропе в сторону Катерскельских водопадов Художники, многие охотники, для них это была романтическая такая прогулка к водопадам, где они рисовали картины У художников было паломничество Ну а мы возвращаемся от долины реки Хатсон назад в сторону водопадов А это Inspiration Point, точка вдохновения, место красивого обзора, мимо которого летают орлы и дуют ветры Вот это оно же, только вид снизу с шоссе Ручок пропадает в земле Наверное там где-то пещера И все Не дойдя до самой долины Гудзона, хотя позже мы проедем ее на машине, мы поворачиваем назад к водопаду Вы его скоро увидите, ну а я изложу вам в заключении сюжет рассказа Рип Ван Винкль Это рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга, впервые опубликованный в 1819 году Он рассказывает о голландско-американском деревенском жителе колониальной Америки по имени Рип Ван Винкль Который встречает загадочных голландцев, выпивает их спиртное и засыпает в горах Хатскилл Он просыпается 20 лет спустя и видит очень изменившийся мир, пропустивший американскую революцию Вдохновленный беседой о ностальгии со своим Шурином, американским эмигрантом Ирвинг написал эту историю, временно живя в Бирмингеме, в Англии Она была опубликована в его коллекции эскизная книга Джеффри Крайона Хотя действие происходит в горах Хатскилл в Нью-Йорке, недалеко от того места, где позже поселился Ирвинг Он признавался, что когда писал эту историю, еще никогда не бывал в Хатскиллских горах Действие Рип Ван Винкель происходит в годы до и после войны за независимость в Америке В деревне у подножия гор Хатскилл в Нью-Йорке, в штате, где живет Рип Ван Винкель, голландско-американский сельский житель Однажды осенним днем Ван Винкель бродит в горах со своей собакой Вольфом, чтобы избежать нытье жены Он слышит свое имя и видит человека в старинной голландской одежде Тот несет бочонок в гору и нуждается в помощи Вместе мужчина и собака Вольф проходят в флощину, в которой Рип обнаруживает источник громовых шумов Группу богато одетых, бородатых мужчин, играющих в кегли Ван Винкель не спрашивает, кто они такие и откуда им известно его имя Вместо этого он начинает пить их спиртной и вскоре засыпает Когда он просыпается на горе, он обнаруживает шокирующее изменение Его мушкет сгнил и заржавел, его борода длиной в фут, а его собаки нигде нет Он возвращается в свою деревню, где никого не узнает Он приезжает сразу после выборов и люди спрашивают, как он голосовал Никогда в жизни не голосуя, он объявляет себя верным подданным короля Георга Третьего Не подозревая, что произошла американская революция и чуть не попадает в неприятности с горожанами Пока одна пожилая женщина не узнает в нем давно потерянного Рипа Ван Винкель Портрет короля Джорджа на вывеске гостиницы был заменен портретом Джорджа Вашингтона И Ван Винкель узнает, что большинство его друзей погибли во время американской революции Он также беспокоен тем, что нашел еще одного человека по имени Рип Ван Винкель Это его сын, теперь выросший Ван Винкель также обнаруживает, что его жена умерла несколько некоторое время назад Но не огорчается этой новостью Он узнает, что люди, которых он встретил в горах, по слухам, были призраками команды Генри Хадсона с его корабля «Халфмейн» Он также понимает, что был вдали от деревни как минимум 20 лет Его взрослая дочь принимает его, и он возобновляет обычное безделье Его странная история торжественно принимается близко к сердцу голландскими поселенцами Особенно детьми, которые говорят, что всякий раз, когда слышен гром, люди в горах, должно быть, играют в кегли Генри Хадсона Пару слов о предшественниках этого сюжета в мировой литературе В 10 главе книги «Жизнь и мнение выдающихся философов» Греческий историк 3 века н.э. Диоген Лаэрти Рассказывает историю легендарного мудреца Эпидемиды, который был пастухом на острове Крит Однажды Эпименит последовал за заблудившейся овцой И уставший вошел в пещеру под горой Ида и заснул Проснувшись, он продолжил поиски овцы, но не смог ее найти Поэтому вернулся на ферму своего отца только для того, чтобы обнаружить, что она поменяла собственника Он пошел домой и обнаружил, что люди там его не знают Наконец он встретил своего младшего брата, который стал стариком и понял, что он спал в пещере 57 лет Согласно различным источникам, которые упоминает Диоген, Эпименит дожил до 154 или 299 лет Многочисленные источники определили историю Эпименита, как самый ранее известный вариант сказки Риб фан Винкль В христианской традиции существует похожая, хорошо известная история «Семь спящих в Эфесе» В которой рассказывается о группе первых христиан, которые спрятались в пещере около 250 года н.э. чтобы избежать преследований христиан риблианами при империатре Дейцья Они заснули чудесным сном и проснулись примерно 200 лет спустя во время правления Феодосия II и обнаружили, что город и вся империя стали христианскими Эта христианская история изложена в исламе и фигурирует в известной суре Корана Суре Аль Кахф Версия напоминает о группе молодых монотеистов, спасшихся от преследований в пещере и появившихся сотни лет спустя Другая похожая история в исламской традиции – это Узаир, обычно отождествляемый с библейским Эздрой Горе которого по поводу разрушения Иерусалима вавилонянами было настолько велико, что Бог забрал его душу и вернул его к жизни после восстановления Иерусалима Он проехался на своем ожившем осле и въехал в родное место, но люди не узнали его, как и его домочадцы, кроме горничной, которая теперь была старой слепой женщиной Он молился Богу, чтобы он вылечил ее слепоту и она снова смогла видеть Он встречает своего сына, которого узнал по родинке между плечами и был сейчас уже старше его самого В иудаизме есть история о Хоне Хамирагель, чудотворном мудреце первого века до нашей эры, который был историческим персонажем, но с которым были связаны различные мифы Один из них рассказывает, что Хоне ехал по дороге и увидел человека, посадившего рожковое дерево Он спросил его, сколько времени нужно дереву, чтобы принести плоды? Мужчина ответил, 70 лет Затем Хоне спросил этого человека, вы уверены, что проживете еще 70 лет? Мужчина ответил, нет Но я сажаю это не для себя, а для других поколений, которые придут после меня и поколений, которые последуют за ними Затем Хоне пожал плечами, уходя от мужчины А позже, в тот же день, он сел отдохнуть, но он проспал 70 лет и скалы образовали вокруг него структуру, похожую на палатку Проснувшись, он увидел человека, забирающего с дерева, покрытого рожками Он спросил, вы тот человек, который посадил это дерево? Мужчина ответил, нет Но мой отец сказал мне, что его отец посадил это дерево для меня Считается, что сама история Рипван Винкель основана на немецкой сказке Йоганна Карла Кристофа Нахтигаля Питер Клаус, который представляет собой более короткий рассказ, действие которого происходит в немецкой деревне В нем рассказывается о пастухе по имени Питер Клаус, который ищет пропавшую козу Он находит в лесу пьющих мужчин и, выпив немного вина, засыпает Когда он снова просыпается, прошло 20 лет Во многих смыслах эта история представляет собой классическую европейскую сказку О человеке, которого на самом деле награждают за то, что он помогает феям перемещать бочку Они продвигают его к тому моменту в жизни, когда он свободен от назойливой жены Теперь он достаточно взрослый, чтобы ему было прилично расслабляться И играть с детьми, работая когда он хочет, а не когда он должен Поддерживанный его любящими взрослыми детьми В рассказе развита тема независимости Молодой Ван Винколь живет в Британской Америке и является подданным короля Старый Ван Винколь просыпается в стороне, независимо от короны На личном же уровне пробудившийся Ван Винколь обрел другую форму независимости То есть овдовев от своей проницательной жены На Аркнейских островах есть похожая сказка, связанная с Курканом Солтноу, примыкающим к кольцу Бродгара Пьяный скрипач по дороге домой слышит музыку из Куркана Он находит путь внутрь и видит, что толпа троллей устраивает вечеринку Он остается и играет два часа, а затем возвращается домой, где обнаруживает, что прошло 50 лет В Ирландии история Ниамха и Ойсена имеет схожую тему Ойсен влюбляется в прекрасную Ниам и уезжает с ней на своем велоснежном коне в Тирнаног Страну вечно молодых Скучая по семье и друзьям, он отправляется их навестить Ниам дает ему свою лошадь, предупреждая его никогда не спешиваться И он возвращается в Ирландию Но видит, что прошло 300 лет Его семья и соратники все мертвы А когда Остин встречает людей, пытающихся сдвинуть некий валун Он наклоняется, чтобы помочь им подпругать седла лошади, ломается И он падает на землю На глазах у мужчины он становится очень-очень старым человеком Автор Джо Джои предполагает, что основной сюжет очень похож на легенду Синеки Из северной части штата Нью-Йорка О южном охотнике за белками, который встречает мистических маленьких людей И после ночи с ними возвращается в свою деревню и обнаруживает, что она заросла лесом И все ушли Та единственная ночь длилась год Этой теме посвящено множество современных произведений научной фантастики В романе Уэллса «Спящий пробуждается» человек, который спит 203 года Просыпается в полностью преобразовавшемся Лондоне, где он стал самым богатым человеком в мире В книге Бака Роджерса главный герой засыпает под воздействием газа в шахте Спит четыре столетия и просыпается, чтобы обнаружить, что Америка находится под властью монгольских захватчиков После чего он ставит себя во главе борцов за свободу В научно-фантастическом сериале Роджера Джелязной «Хроника Амбера» главный герой Корвин Испытывает пьянство и веселье в подземном логове с потусторонними людьми, которые пытаются увести его в сон Он знает, что это ловушка векового сна и запротивляется Отрывок похож по теме как на Рип фан Винкель, так и особенно на оркнейскую историю Теория относительности Альберта Эйнштейна, согласно которой человек, путешествующий со скоростью в близкой скорости света Проживает только несколько лет, но вернется и обнаружит, что на Земле прошли столетия Предоставляет новые широкие возможности для выражения по сути той же литературной темы Например, во вступительной главе мира Рокканнон Урсула Легуин Вот посмотрите, мы вернулись к Терскельскому водопаду с маршрута к Гудзонской долине Мы подошли к нему с подножья И все-таки какая красота В романе Роберта Хайнлэдна «Время звезд» Земля посылает флот релятивистских кораблей для исследования галактики Их команды все называют отважными пионерами Но спустя столетия, которые они там в пути переживают, создаются корабли, двигающиеся быстрее скорости света И экипажи этих более ранних кораблей обнаруживают, что они стали нежелательными анахронизмами на изменившейся Земле Главный герой замечает газетный заголовок, пренебрежительно объявляющий об их прибытии, как о еще одной команде Рипа Ван Винкля Олд Рип Ван Винкль – это бренд виски Kentucky Straight Bourbon, производимый компанией Sazerac Также мост через Гудзон, который вы видели до этого, по которому мы ехали, носит название моста Рип Ван Винкль Есть много песен и композиций на эту тему Например, американский композитор Джордж Чедвик написал овертюру концерта под названием Рип Ван Винкль в 1879 году Фрагмент из нее вы слышите сейчас В телеэпизоде Сумеречной Зоны под названием Рип Ван Винкль Каппер Четыре вора по золоту помещают себя в анабиоз на сто лет, чтобы избежать закона, а после возрождения безнаказанно тратят украденное состояние Посмотрите, какие на кустах сосульки красивые возле падения водопада образуются Это от брызг падающих на них В эпизоде Сумеречной Зоны сериале, возглавленном в его образе, главный герой упоминается после того, как мужчина понимает, что его родной город сильно изменился якобы за одну неделю В эпизоде Реликвии «Звездный путь. Следующее поколение» 1992 года 147-летний капитан Матгомери Скотт обнаружен после 75 лет в транспортном буфере В телешоу BBC «Доктор Кто» в 10 эпизоде используется машина по имени Морфеус, которая может преобразовать Солнце всю ночь с считанной минутой Людей, которые отказываются использовать Морфеус, по возрасту речи называют Рипс, имея в виду Рип Ван Винкль В видеоигре 1990 года Super Mario World есть враг, известный как Рип Ван Фиш, который постоянно спит, если его не потревожить Ну и наконец, песня Queen 39 39 также повествует о релятивистских космических путешественниках, возвращающихся на свою родную планету и обнаруживающих, что прошло столетие «Морфеус» 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 Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось наше замечательное, фантастическое и информативное и увлекательное с историей в прошлое и в будущее путешествие в горы Кэтскилл и Катерскельскому водопаду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»